Здарова вам всем, ребята! Кентуха на проводе, и прямо сегодня я вам расскажу все секреты обновления 0.20. Потом присаживайтесь поудобнее, потому что обновление 0.20 будет очень-очень скоро. Я вам всё-всё-всё расскажу. Дату обновления, новый гол-пас, новые скины, всё. Ребята, с вас лайкусик, подписочка, если вы не ненугали мы. Кстати, да, кто поставит лайкусик и подпишется, тот может получить вот эти вот замечательные тычкулечки. Всё, ребята, всех обнял, приподнял, поехали. Короче, ребята, поступила важная инфа от разработчиков. Они сказали, кто не поставит лайк и не подпишется на канал Кентуха, пока они не напишут комментарий, то они ему бан дадут. Поэтому, ребята, я бы вам не советовал рисковать. Лучше лайкусик, подписочку, влюбите на сайте пожарный. А я вам прямо сейчас расскажу дату обновления 0.20. Ну что же, ребята, давайте о самом главном. Когда же выйдет обновление 0.20? Давайте вам всё по порядку. Разработчики выпускают одно обновление раз в три месяца. Что же это означает? Это означает то, что было зимнее обновление, было весеннее обновление, но летнее обновление ещё не было. В прошлом году обновление 0.16.0 вышло 25 июля. И это было не просто обновление, это был старт нового сезона. Что же это означает? То, что мы ждём выход нового сезона номер 4. Потом, ребята, если вы ещё не успели поднять легенду, да и вон, пошуровали поднимать легенду. Потому что потом уже будет поздно. Потом, если у вас гол 3 лучше ранг, то он будет навсегда. Поэтому, ребята, не знаю, как вы, но я после этого видео пойду калиброваться и поднимать звание на мастера. Хотя бы так. Ну а прямо сейчас давайте включим немножко брейна. Что такое брейн? А? А? Не знаете? Брейн это мозг. Так вот, рассказываю. Перед выходом любого обновления и перед выходом обновления 0.20.0 должен выйти трейлер. В прошлом году, например, трейлер вышел 27 июня, ровно один год назад. Это означает то, что обновление может выйти в любой момент. Я вам скажу так, то, что вот такие вот обновления, в которых грядёт новый сезон, они обычно самые грандиозные. Поэтому я жду то, что обновление 0.20.0 будет самое лучшее за весь этот год. И то же самое обновление 0.16.0. Просто посмотрите на этот замечательный, прекрасный трейлер. Ребята, вы помните? Вы это помните? Просто взгляните, как же это круто. Какая же огромная работа проделана над этим трейлером. Я очень надеюсь, что в этом году разработчики точно так же постараются и обновление будет просто пушечка. Блин, ребят, новая карта Сакура. Кстати, да! Кстати, да! С выходом каждого сезона разработчики добавляют по новой карте. Например, в первом сезоне добавили Зону, во втором сезоне добавили Сакуру, и в треть... Ой, блин, ну вы поняли. Ну, короче, должна ещё выйти новая карта. Делаю небольшую парадочку по поводу карт. Я, ребята, всё идеально вспомнил. Смотрите, в сезоне номер 3 они добавили карту Сакура. В сезон номер 1 они добавили карту Зона 9. В сезоне номер 2 они изменили карту Провинция и Раст. И это означает только одно, что у нас осталась всего лишь одна неизменённая карта. Это Сэндстоун! Поэтому в этом сезоне, скорее всего, с вероятностью в 95% изменят карту Сэндстоун. И плюс еще, возможно, добавят одну новую карту для ММа и Союзников. Это будет очень круто. Также, ребята, поступила информация, что добавят двойные пистолеты, потому что их уже обнаружили в файлах игры. И, скорее всего, вот именно вот тут будут два таких пистолета. И ты сможешь стрелять сразу с двух рук, и это будет очень круто. И я думаю, что они будут стоить 800 баксов. Ну, конечно же, это плагиат из CSGO, но, ребятку, да, без этого начнём с того, что весь стендов это мини-плагиат CSGO. Ну, а теперь немножко говорим про подарки. Подарки будут 100%, потому что разработчики в конце каждого сезона дают подарки. Это будет какая-то бесполезная медаль. И плюс, возможно, нам подарят брелок. Вот такой вот брелочек нам разработчики подарили в прошлый раз на зимнее обновление. Вы меня спросите, круто ли это или плохо, я вам скажу, не знаю. Но, как по мне, блин, ну это стрёмно, это стрёмно. Это реально самый стрёмный брелок. Ну, учитывая то, что он на халяву, очень даже неплохо. Потому что разработчики будем рады любому подарку. Ну, а если вдруг разработчики решат подарить гитбокс? Аааа! Нет, они не решат, потому что разработчики считают то, что, когда они ввели эти гитбоксы, они сделали большую ошибку, потому что они заруинили экономику стендов 2. То есть вам, как игрокам, вам хорошо, вы получаете халявные ништяки, халявную голду, выбираю, ещё можете кирголд выбить на халяву, да, это классно. Но, со второй стороны, разработчики, они же хотят, чтобы вы донатили. А вот если они вам сделают такие крутые подарки, а зачем донатить тогда? Ну, логично же. Единственную халяву, которую вам кто-то сделает, это кентапокап. Ну, ребята, быстро подписались на ютубе, на мою телегу. Что же касаемо нового кейсичка. Ребята, обратите внимание, то, что у нас есть новый импайр кейсичек, есть новый шарп кейсичек, но есть одно важное но, то, что эти кейсички добавляют раз в полгода. Что же это означает? Это означает то, что в этом обновлении мы ничего такого ждать не будем. А вот новый скирпак, это вполне вероятно, потому что рейнду скирпак уже всех просто задолбал. Он уже, сколько он на рынке? Уже, наверное, года два. И разработчики уверены, что в этом обновлении добавят новый скирпак, а вот этот старый скирпак просто-напросто выпустят на рынок. Поэтому не знаю, как вы, но я себе закуплю, и мой вам совет сделать и так же. Не на всю голду, чтобы я не был виноватым. Ну, а хотя бы штучек 10 лучше переберегите, потому что со временем вы их сможете продать как минимум в 2-3 раз дороже. И я, ребята, уверен, что этот рейнду скирпак уже надел каждому. Вот просто напишите ваше мнение прямо сейчас в комментариях. Хотите ли вы новый скирпак с крутыми наклейками и стикерами, а? Ну-ну-ну, напишите. Но, вполне вероятно то, что вместо обычного скирпака разработчики добавят, знаете что? Посмотрите, вы сейчас сами себе поймёте. Добавят новый граффити пак! Просто прикиньте, как же это будет прикольно. Ты можешь выбить какое-то крутое эксклюзивное граффити с этого граффити пака. Это же не так он будет называться. Ну, допустим, рейнбов граффити пак. И почему же я думаю, что это будет, наверное, не наклейки? Потому что наклеек на рынке и так очень много. И разработчики думают, что бы такое добавить? И они думают, блин, граффити, это же идеально. И, скорее всего, они будут дальше добавлять граффити паки и различные граффити, которые вы сможете потом продать. Или просто наклеить на стеночку, как это делаю я прямо сейчас. Ох да, вы скажете. Кент и ПК, это всего лишь твои слова. Дай нам пруфы от разработчиков. Окей, прямо сейчас вам скажу, что же сами разработчики говорят по поводу всего этого. Пришлось немножко для вас покопаться, но я всё-таки всё это смог найти. Это планы разработчиков на обновление в 2019 году. То есть мне писали, что же они планируют сделать ещё 3 года назад. Давайте проверим, что же они с этого сделали и что ещё им осталось сделать. Рейдинговые игры. Да, разработчики добавили красавчики. Дальше клиент-сервер. Ну, ёлки-палки. Ну, уже ждём пятый год. Где этот долбанный клиент-сервер? Конечно, мы его будем ещё ждать. Дальше новый интерфейс. Разработчики реально красавчики. Они сдержались от слова и не добавили новый интерфейс. Дальше выбор режима. Ну, не совсем так, как всё выглядит тут на скрине, но, тем не менее, очень даже похоже. Дальше новые лобби. Ну, кстати, лобби они переделали, потому что вот это лобби, что у них прямо сейчас мы видим, оно очень-очень страшное. Кланы. Разработчики реально красавчики. Они сдержались от слова и добавили кланы. Также они обещали добавить трейды, но трейдов не добавили, поэтому вполне вероятно, что, возможно, наконец-таки в этом году выйдут трейды. Разработчики. Я очень сильно на вас надеюсь. А теперь давайте посмотрим, что же они нам обещали в 2020 году. Ну что же, в 2020 году разработчики пообещали нам изменить все карты. Да, разработчики красавчики, они, свое слово, сдержали. Развитие кланов, да, разработчики тоже красавчики. Они реально развивают кланы. Дальше они нам обещали. В 2020 году перейти на клиент сервер, но и опять, свое слово, не сдержали. Ни в 2019, ни в 2020, в 2021, ни в 2022. Нету клиент сервера, но, возможно, именно в обновлении 0.20.0 они всё изменят. И, возможно, будет клиент сервер. Так, ну что же, мастерская, кстати, да! Надеюсь, спустя два года разработчики всё доделали, и в этом обновлении выйдет мастерская. Просто представьте, кастомная карта, как же это круто! Ядрить колодить, обмен, 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 видите? То есть они тоже планировали добавить обмен, и я надеюсь, что в этом обновлении выйдет и кастомная карта, и обмен. Если всё-таки будет, то это будет лучше обновление в истории всех обновлений. Ну а прямо сейчас я вам покажу лучшую реализацию обновления 0.20. Если честно, это всё выглядит немножко странно. Это такая летняя загрузочка, как-то сильно всё пусто, простенько, но, тем не менее, это всего лишь один из концептов обновления 0.20. Давайте посмотрим. У нас вот загрузочка в главный экран, и что же мы тут видим? Ха-ха! А-а-а! Посмотри, там угол пас! Тут какая-то ракушка нарисована, блин! Ребят, я скажу так, автор этого концепта, он сам ракушка, ё-моё! Ха-ха! Вот это ор выше гор. Так, что же мы тут видим? А мы видим то, что в главном менюх тут играет в новый режим. А ну покажите нам, что это за новый режим? Я не понял, ребята. Вау, новый режим заложнички. Ничего себе, слушайте, а это прикольно! Я очень люблю новый режим, особенно если в них есть боты. Если есть боты, это просто нечто нереальное. Переходим в раздел настройки и смотрим, что же у нас есть такого интересненького в настройках. Ага, я понял. В разделе настройки у нас появился новый раздел ультра. То есть, если у вас мощный компьютер, как у кем-то ПК, вы ставите всё на ультра и всё, чеки-бомони. Это было бы очень круто, особенно для ютуберов. Также, ребята, тут есть волшебная кнопочка под названием проверка производительности устройства. Что же она означает? Она означает, что если у вас слабый какой-то там Xiaomi 4A, Redmi, да? То вы нажимаете на эту кнопочку и она сама выставляет для вас нужные настройки, чтобы вас не лагало. Конечно же, ребята, за это сходу лайк, сходу подписочка. Ну что, ребята, улички, всем большое спасибо за просмотр данного ролика. Обязательно прожмите лайкусик и подпишитесь на мой канал. И напишите в комментариях, как вы думаете, что же из всего этого реально будет в обновлении 0.20. И когда же вообще выйдет это обновление? Обязательно посмотрите вот это вот видео. С вами был ваш Кентура. Всех обнял, приподнял. Всем удачи. Всем пока.